И так выглядит, что «выбери жизнь» — он мне говорит это даже в материальной жизни, то, что я могу это выбрать, будучи в материальной жизни. Это верно. И в материальной жизни мы должны выстроить жизнь нашу так, чтобы она помогла нам заниматься духовным развитием. Дуди. Пятый пункт. И в свете этого пойми слова мудрецов из трактата «Авуд». Таков путь Торы. Съедай лишь кусок хлеба с солью, запивай на перстком воды, спи на земле, скудной жизнью живи и прилагай усилия в Торе. И если сделаешь так, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем. И следует спросить по поводу этих слов, чем отличается наука Тора от остальных наук мира, которые не требуют аскетизма и скудной жизни, а лишь одного труда, совершенно достаточного для их постижения. А в науке Торы, хоть мы и очень много трудимся, этого всё ещё недостаточно для её постижения, если не прибегнуть к таким ограничениям, как кусок хлеба с солью и скудной жизнью и так далее. А окончание высказывания ещё более удивительное. Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем. Допустим, в будущем мире мне будет хорошо. Однако, когда в этом мире я ограничиваю себя в еде, питье, сне и живу скудной жизнью, как они могут говорить о такой жизни, счастлив ты в этом мире? Разве такая жизнь называется счастливой в понимании этого мира? Да, есть здесь вопросы. То есть говорят так. ты должен изучать Тору. Она должна научить тебя, как вести себя, для того, чтобы раскрыть все миры. Потому что эта жизнь, она короткая. Это как бы возможность, когда ты проходишь рядом с чем-то, для того, чтобы схватить. Скажем, ты проходишь рядом с полками, для того, чтобы взять с полки что-то, что стоит тебе. так это, по сути дела, и есть эта жизнь. Так нужно научиться, что стоит брать с полки, как брать это, а затем также, может быть, как пользоваться этим. Потому что это ты должен знать, для чего ты это взял. так это, по сути дела, жизнь. Когда ешь хлеб, запивай на перстном воды, спи на земле, пусть будет жизнь, какова она есть, это неважно, но ты обретаешь методику существования в духовном мире, насколько ты раскрываешь духовный мир и живёшь в нём. На протяжении этой жизни здесь уже. И тогда твоя жизнь здесь и сейчас, которую ты воспринимаешь, она уже называется будущим миром. Понятно? Не вижу вопросов, но посмотрим интернет поскорее. Сергей из Киева задает вопрос. Железные стены и преграды. Ты видишь разные ограничения, пытаясь избавиться в жизни от них, но их становится только больше. Что это за границы, ограничения? Для чего они предназначены? И преодолеваем ли мы их самостоятельно? Всё, что у нас есть в этой жизни, это на самом деле направляет нас на поиск смысла жизни. И продвигаемся к этому постепенно, в течение всех даже поколений, с большими страданиями. Но то, что есть в жизни, это для того, чтобы продвигать нас к сути жизни. Есть ещё? Леонид Питер, 17. Почему для того, чтобы увидеть всю реальность, нужно прийти к вечной жизни? Потому что тогда ты не видишь всей реальности. Вот и всё. Дальше. Армин, Мак 21. Есть ли разница между изучением Тора и изучением Норки Кабала? Это то же самое. Только то, что думают об изучении Торы, когда привносят в это всевозможные вещи, когда это не в точности Тора. Тора — это света, которые выходят от высшей силы по отношению к человеку. Если человек учится тому, как принять эти света, как развиться с их помощью, как уподобиться им, тогда называется, что он изучает Тору. Последний вопрос. Святая из Азии. Как можно сделать выяснение, кого мы наслаждаем всё то время, пока мы находимся в желании получать? Кого мы? Вопрос задаёт. Кого мы наслаждаем, если мы закованы в желании получать? Так это мы должны знать. Мы должны развиться настолько, что мы увидим, кого я наслаждаю. Это цель развития женщин.